Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.06 в Кирове. Это среда. Начинается программа «Дневной разворот». И в студии сегодня Александр Асохин. И Светлана Занькова. Здравствуйте. Вот странная неделя, сокращенная. И странные пары будут у нас. Всё поменялось. Всё поменялось. Всё с ног на голову на самом деле. Но с возвращением в наш кировский эфир. Друг друга можем поздравить. У нас обычный режим. Два часа «Дневного разворота». После этого будет особое мнение. И мы представляем тему сегодняшнего разворота. Во втором часе к нам придёт Татьяна Мазур, директор Вятского художественного музея имени Васнецовых. Будем мы говорить про различные мероприятия, проекты, которые будут реализовываться на площадке музея. В том числе и про ночь музеев. В этом году Вятский художественный музей планирует под открытым небом провести это мероприятие. Ну и про различные проекты, гранты, которые выиграл музей. Мы обо всём поговорим во втором часе. Да я очень хочу спросить у Татьяны Сергеевны, как там с реставрацией дела? Затянулось. Затянулось. И на самом деле непонятно, когда это всё закончится. Вот и узнаем. А там знаешь, что ещё такая история будет? Надо будет как-то подлизаться к Татьяне Сергеевне. Они там говорят, открывают не курсы, а такие занятия для детей и взрослых по реставрации. Представляешь? То есть дети сами будут... То есть не нашими силами стены будут заново отстраивать, а имеется в виду произведения искусства. Даже так. Но об этом, обо всём узнаем в 12.05. В 12.05 Татьяна Сергеевна к нам придёт. Ну и представляем нашего первого гостя. Это Константин Бажин, исполняющий обязанности проректора по проектной деятельности Вятского государственного университета. Константин Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Вот у нас такой сегодня разворот образования и культура. Что очень хорошая тема. С Константином Сергеевичем давно не виделись. Вот у нас стал наш срок. Ну, мы посмотрели, конечно, с Сашей подготовились. И, в общем, мы всегда держим руку на пульсе по поводу подготовки кадров для кировской экономики. И мы, конечно же, следим за встречами в Рио губернатора Игоря Васильева с представителями образования, которые входят в его совет, в том числе и Валентин Николаевич Пугач, ректор опорного вуза нашего, входит в этот совет. И я никак не могла пройти мимо, конечно же, предложений, которые еще в марте месяце на одном из таких советов выдвигали, в частности, советник... В марте, а потом в апреле, кстати, выдвигали, в частности, советник главы региона Анатолий Чурин. А он говорил, что необходимо сформировать комплексную программу областного заказа с учетом всего цикла подготовки от школы до трудоустройства и подчеркивал, что нужно взять лучшее от системы советского образования. А Дмитрий Александрович Курдюмов еще дальше пошел. Он сказал, что необходимо вернуть госзаказ и распределение после институтов, потому что нужно обеспечивать районы специалистами. Там дефицит большой. И мне, конечно, очень понравилось предложение Игоря Владимировича Васильева, который сказал, да, я поддерживаю распределение, и мы должны обеспечить этих людей, которые поедут в районы, жильем, медицинскими услугами, инфраструктурой для жизни и отдыха. Ну, то есть все будет подготовлено, другое дело... Нет, он не сказал, что будет. Он отметил, что распределение хорошо, но человека должны ждать жилье, должны ждать инфраструктура для жизни и отдыха. Ну, и по итогу... Очень важно. Мне кажется, он крест поставил на предложение. По итогу, да, что он? Таким образом. Честное слово. Мы сейчас разберемся, что. Потому что опорному вузу, как нам известно, поставлены задачи подготовки кадров различных, и не только образовательных, но и кадров по госзаказу в промышленность. Губернаторский кадровый резерв. Губернаторский кадровый резерв. У нас есть что об этом сказать о губернаторах? Потому что нас очень волнует вопрос, а что насчет других отраслей. Вот мы все следили за первыми двумя отраслями, которые были позиционированы. Это лесная и машиностроительная, кажется. Да, лесная и машиностроение. Но это было в прошлом году. Это было полгода назад. Пошли как-то мы дальше в этом смысле. Жошуров, добрый день. Интересный разворот у нас действительно получается от образования губернаторскому кадровому резерву. Несколько слов хотя бы. Да, мы пошли дальше. Но хотя бы только потому, что официальная точка этого проекта была поставлена лишь в декабре 2016 года. И здесь тех кандидатов, которые были отобраны, были отобраны с участием членов правительства региона, они, конечно же, получили приглашение для дальнейшего собеседования. Но сами условия программы были таковы, что решения уже принимают члены правительства. Поэтому сейчас, на вскидку, я не готов сказать о том, каков процент трудоустроенных, принятых на работу. Но тем не менее, те 18 человек, которые прошли финал, они сегодня действительно находятся в этом кадровом резерве и рассматриваются вопросы об их назначениях. А что касается других сфер, предполагается, что в ближайшее время начнется формировать свой кадровый резерв для, не знаю, для других, для химической промышленности, предположим? Ну, это, собственно, предполагается. То есть вот этот пилотный проект, который мы запустили в сентябре и финал подвели в декабре, он показал свою жизнеспособность. Мы на нем обкатали все особенности данной технологии, поиска рабочих мест, поиска кандидатов. Как вы знаете, там были те, кто заявился к нам из других регионов Российской Федерации. Поэтому надеемся, что здесь уже в 2017 году мы эту работу продолжим. Вы задали вопрос по поводу химиков, биотехнологов. Ну, ни для кого не секрет, что биофармацевтика сегодня получает дальнейшее развитие на территории региона. Существенную роль в этом процессе является университет. Поэтому, безусловно, вопрос подготовки кадров для коммерческих компаний, расположенных на территории Кировской области. Это наше продолжение. Во всяком случае, это есть в наших проектах. Это согласуется с теми планами развития по биофармацевтическому кластеру, который есть в Кировской области. Мы надеемся, что в ближайшее время здесь будет свое продолжение. Кроме того, уже в рамках программы развития опорного университета мы специально и отдельно занимаемся поиском таких специалистов. Сегодня, думаю, что с 1 сентября они у нас появятся. Во всяком случае, есть уже конкретные предложения с именами, с людьми, которые готовы приехать сюда в университет и работать в рамках данной тематики. Биофармацевтика. Да, если мы говорим о биофарме, то да. Потому что кластер, это, конечно, один из передовых и развивается, слава богу. Ну, вот мы сейчас... Просто мы очень хотели, Саша, спросить, что же с кадровым резервом и что с этими людьми на самом деле. Придется, Саша, дальше спрашивать в правительстве уже. Отдельный эфир делать. Где эти люди и что они сейчас делают. Потому что, ну, работа проделана немалая. Мы здесь очень подробно в этой студии рассказывали, как набирали, кого набирали. Даже призывали там подавать, значит, документы гостей из опорного вуза. И вот сейчас просто хочется, чтобы правительство сказало, насколько они оценили действительно работу и куда эти люди пошли. Ну, а тема действительно основная на сегодняшний первый час — это развитие образования в регионе. И мы знаем, что в ВИАДГУ разработана дорожная карта. Так вот, какие задачи поставлены перед опорным вузом? Какие механизмы реализуются? Кто эти люди, которые занимаются развитием образования? Мы как раз успеем начать говорить еще до перерыва. Константин Сергеевич, что за дорожная карта? Меня вообще это словосочетание всегда в тупик ставит. Я до сих пор не могу смириться. То есть это какой-то план действий? Ну, безусловно, да. План действий, технология, шаги, первые шаги, все что угодно. В действительности мы с вами и год назад говорили, встречаясь здесь, в том числе в этой студии, о том, что опорный университет вместе с объединением не утратит ничего того лучшего, что было в каждом вузе до объединения. И, конечно же, не секрет были эти суждения, мысли о том, что при объединении педагогическая составляющая из некогда государственного университета, технического университета по своей истории, она уйдет. Прошел год, вы видите, вы являетесь свидетелем всего этих процессов, ничего не ушло. То, что было, только усилилось. Мы наращиваем обороты. За этот год мы проанализировали тот опыт, который был в гуманитарном университете, выделили лучшее, разработали конкретные шаги по его масштабированию. И сейчас уже мы способны выйти на соучастие в реализации комплексной программы по развитию системы образования. Соучастие с кем? Отлично. Соучастие, во-первых, с законодательным собранием. И сегодня уже имя Анатолия Михайловича Чурина звучало. Это один из авторов нашей программы. Это совместный труд. Кроме того, нашим, безусловно, партнером профильным – это Министерство образования региона. И вот три субъекта – университет, законодательное собрание в лице Анатолия Михайловича Чурина и советника главы региона, собственно, Министерство образования. Мы все в течение апреля месяца разрабатывали совместно эту программу. Мы сейчас проявляемся буквально на полминуты. 211-101, номер телефона прямого эфира. Если вас тема развития образования в Кировской области интересует, подключайтесь к нашему разговору через минуту буквально. Константин Бажин, исполняющий обязанности проректора по проектной деятельности ВИАДГУ, расскажет, как же у нас эта самая система будет развиваться в будущем. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот. Модернизация и развитие системы образования в регионе на повестке дня. Какие задачи поставлены?» И рассказывает нам об этом Константин Бажин, исполняющий обязанности проректора по проектной деятельности ВИАДГУ. Так как мы поняли, опорный ВУЗ совместно с правительством Кировской области и законодательным собранием Кировской области в лице Анатолия Чурина, который является и советником в РИО губернатора, и депутатом законодательного собрания, еще в апреле месяце разработывая, я так понимаю, ту самую дорожную карту, или систему, или план развития образовательной системы в регионе. Что он в себя включает? В первую очередь, наряду с принятием программы, это комплекс мер, за которые отвечает у нас каждый из субъектов. Если говорить об обязанностях университета по этой дорожной карте, то это прежде всего изменение самой структуры подготовки студентов, обучающихся по педагогическим специальностям. Не секрет, очень многие говорили, что студенты в школу приходят слишком поздно, соответственно, не имеют возможности определиться со своими возможностями, пристрастиями, и для этого в рамках программы предусматривается введение специальных инструментов, например, непрерывная педагогическая практика. Если цитировать уже Анатолий Михайлович, то здесь мы к советскому прошлому как раз и возвращаемся. Предполагается, что студент уже на первом курсе будет иметь возможность, начиная в течение всего курса, бывать в школе. Но, разумеется, сначала от должности волонтерские, это больше ассистентские позиции, затем по мере взросления, по мере изучения и методики, и профильного предмета, это появится возможность, собственно, преподавать, но тем самым мы возвращаем или вновь приводим студентов в школу, начиная с первого курса. Константин Сергеевич, а вот сейчас каким образом практика проходит у студентов? То есть, ну, для понимания. Да, сегодня студенты в большинстве своем в школу приходят, начиная с третьего курса, сначала учебная практика, летняя педагогическая, и потом уже производственная на четвертом-пятом курсах. Что еще подразумевает дорожная карта? Значит, наряду с этим мы предусматриваем увеличение профильной подготовки, практической подготовки. Ну, например, всем известно движение WorldSkills. В этом году университет активно включился, университет представил отдельную номинацию по WorldSkills, это была номинация дошкольного образования. И, кстати, наши выпускники поехали уже, поведители регионального этапа, поехали на национально-отборочный этап. Вот сейчас. Они уже съездили, вернулись с результатами, заняли, кстати, весьма достойная позиция 65%. Это позволило им участвовать уже в федеральном этапе. То есть, такое приглашение мы получили. Вот это один из примеров. Мы в этом году также продолжаем практику приема уже промежуточных и итоговых экзаменов в формате WorldSkills, когда студент, будущий учитель, не рассказывает о том, как он будет учить, а он в рамках экзамена показывает владение этими технологиями. И тогда уже оценка заслужена, отличная, хорошая. Она действительно является синонимом того, что студент умеет это делать. И придя в школу, придя в детский сад, там, еще куда угодно на работу, он сможет продемонстрировать эти навыки. Очень интересно. У нас такого не было, когда мы учились в ПЕДе. Так, еще что? Также из интересного мы в этом году, опять же, по программе развития, в соответствии уже с принятой дорожной картой, будем существенно модернизировать материальную базу. Мы рассчитываем, что с 1 сентября у нас появятся типовые школьные кабинеты в университете, где студенты, прежде всего будущие для физики, химии, биологии, будут обучаться в этих типовых школьных кабинетах. И, соответственно, мы тем самым формируем навыки работы. Мы рассчитываем, что студент, научившийся работать и понимающий, где, например, в кабинете по физике обычно должно стоять то или иное оборудование, он сможет уже перейти в школу очень легко. Это чья практика? Вот где вы эту идею подсмотрели или кто ее придумал? Таких примеров по федерации их немало, но один из ближайших для нас — это Казанский федеральный университет, наши давние партнеры институт психологии образования. Вот они в этом году, в этом учебном году смонтировали как раз такой целый кампус подготовки будущих педагогов, где в одном кабинете, где в одном корпусе совмещено все. Школа? Целая школа такая, да? Ну, все как положено. Мы привыкли, что школьный кабинет физики — это обязательно лаборантская. Основная вот именно... Кроме того, казанцы, они завели возможность интернет-трансляции в каждый из кабинетов. И, соответственно, когда мы будем говорить об обучении студентов, когда мы будем говорить о курсах повышения квалификации для учителей и уже предметников, мы можем или их очно пригласить на эти курсы, или организовать трансляцию методиста, который в условиях реального школьного кабинета, типового школьного кабинета, такую возможность им обеспечит. Дорожная карта разработана, она уже принята? Да. В начале мая состоялся консультативный совет при главе региона. Все параметры нашей дорожной карты, они получили свою поддержку, поэтому теперь у нас есть поручение уже по дальнейшему прорабатыванию деталей, хотя даже в ней есть сроки, есть ответственные, есть конкретные параметры по результату до 2019 года. Но вот эта программа в рамках дорожной карты, она начнет реализовываться уже с этого года? Она уже реализуется, потому что там масса мероприятий, есть зона ответственности университета, есть зона ответственности правительства, есть министерства, и первые шаги, они запускаются уже сейчас. Ну, например, мы в рамках программы говорим о том, что нам необходимо обеспечить приход молодых подготовленных кадров непосредственно в школу. Одним из инструментов это введение механизма целевого приема. Целевого приема, когда абитуриент, поступая летом, вот здесь уже летом 2017 года, подавая документы в университет, он будет понимать, что через некоторое время, через пять лет, как правило, у него появляется обязанность прийти на рабочее место именно в ту школу, которая, собственно, и выдала ему этот договор. И вот здесь, как вы справедливо сказали в самом начале, действительно для того, чтобы студент пришел на работу с желанием работать в этой школе, там должна быть подготовлена среда. И вот вы уже цитировали слова главы региона о том, что должно быть и место жительства, и среда проживания. Вот это как раз инструмент для планирования уже муниципалитета. И чем хорош комплексный план, что здесь, принимая решение сегодня для абитуриентов летом 2017 года о том, кто нам нужен, и заключая соответствующие договоры, это своеобразный заказ для муниципалитетов о том, что через пять лет они должны обеспечить вот эти стартовые условия. Константин Сергеевич, мы когда говорим о заказе целевом, все-таки, да, мы говорим о районах области или об областном центре тоже? Мы говорим о всей системе образования. Это дошкольные учреждения, это районы области, это город Киров, потому что... Везде голод кадровый. В целом, да, количество вакансий, это не секрет. Информационно-образовательный портал города Кировской области выдает сегодня около 600 вакансий. Очевидно, что они распределены неравномерно по Кировской области. В городах эту проблему решает в большей степени, хотя и здесь есть вакансии, и в районах, конечно, ситуация гораздо более острая. Ну и, как вы знаете, мы с вами по осени гопрезентовали результаты нашего исследования по оценке кадрового потенциала. И вот сегодня у области, у Министерства образования есть в руках реальный инструмент. Мы понимаем в перспективе до 2022 года в какой школе, в каком районе, какого рода педагоги необходимы. Ну вот все-таки целевка — это хорошо, немножечко на ней просто остановимся. Однако вы помните основной антиаргумент, основной аргумент, который против работы целевки, собственно говоря, это что человек может поучиться, а потом, собственно, не пойти, никто его не заставит. Каким образом будут заключаться договоры? Каким образом будет мотивироваться? Это хорошо, когда там постулируется, что всем будет человек обеспечен. Я сильно сомневаюсь, что за пять лет возможно отстроить инфраструктуру в наших муниципалитетах даже с городом Киров справиться не могут власти. У муниципалитетов еще меньше денег. А вот, да, ну оставим это. Мы с вами тут вот втроем не решим этот вопрос. Мы просто очевидный факт можем констатировать. И там произойдет чудо, возможно, какое-нибудь Собянинское, и за пять лет что-то произойдет. Однако, какие механизмы будут учитываться, какие юридические, возможно, формы будут использоваться при заключении договоров с этими ребятами, которые пойдут по целевому направлению. В чем разница-то между этим механизмом и тем, что существовало раньше? Ведь и раньше направляли тоже. Ну, смотрите, если говорить о том, что было раньше, раньше вся ответственность абитуриента и студента, она заканчивалась, по большому счету, поступлением в университет. То есть, да, было некое направление от школы, от управления образования, о том, что данный абитуриент направляется на условиях целевого приема, он к нам поступал, и, собственно, на этом все. Сегодня речь идет о заключении трехстороннего договора, где в качестве субъектов выступает сам абитуриент, выступает школа, которая выдала ему это направление, и, собственно, университет. Задача университета — это учить, это очевидно. Задача муниципалитета или школа, которая выдала, обеспечить ему эти меры поддержки, причем нечетко прописываются в договоре. Вот уже сегодня на входе эти меры поддержки прописываются, и там уже, как с любым договором, последствия, как у любого договора, если какая-либо из сторон его не исполняет, то, соответственно, сторона имеет право этот договор дальше не реализовывать. Типовой договор уже существует? Конечно. Что там? Машина, квартира, детский садик, дороги? Что там в этом договоре? Значит, в этом договоре сегодня это меры поддержки. Как правило, школы говорят о ежемесячной доплате. Ну, если это районы, то это районы. Ежемесячное доплате студенту в процессе обучения. И дальше речь идет о гарантиях предоставления рабочего места. Все. Вот это на сегодня то, что прописано. И тогда студент, который заканчивает ВУЗ, имеет полное право не вернуться в свой муниципалитет, откуда был направлен. Ну, вот здесь надо внимательно посмотреть текст договора. Но, во всяком случае, опыт проекта, который у нас продолжается. Это целевики. Как вы знаете, больше пяти лет мы каждый год вместе с правительством набирали 50 человек. Целевиков показывают, что большая часть из них работает, причем они имели возможность выбора места работы. Но кто-то из них предпочел расторгнуть договор, есть такие, выплатив сумму, которую Министерство образования им платило в течение этого времени. То есть сумму они должны выплатить. И очевидно, что, наверное, и премию от муниципалитета они обязаны будут выплатить, если они расторгнут договор по своей вине. Ну, вот о том, что будет в дальнейшем, говорить сложно. О том, что уже было. Да, у нас есть примеры, когда студенты не желали ехать и в итоге выплачивали сумму. По деньгам это получалось около 250 тысяч. Рассмотрим ситуацию, если, предположим, договор не расторгается, все отлично, за студента заплатили, и после он должен какое-то время отработать. Именно какое-то время определенное. Какое-то? Сегодня речь идет о сроке в три года. Ну, как и было в Советском Союзе. Да. Ну что, мы сейчас прервемся буквально на одну минуту. У нас будет реклама. Напоминаю, что в студии Константин Бажин, исполняющий обязанности проректора по проектной деятельности Вятского государственного университета, говорим мы о развитии системы образования в регионе. Кто заинтересован в этом вопросе, подключайтесь после рекламы 211-101. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Александра Софьевна, Светлана Занько и наш гость Константин Бажин, исполняющий обязанности проректора по проектной деятельности Вятского государственного университета. Сейчас я предлагаю поговорить про опорные школы. Опорный вуз у нас существует. Шла речь про опорные техникумы, колледжи, учреждения системы среднеспециальных учебных заведений. А что касается опорных школ? 40 муниципальных школ готовы стать опорными в регионе. Да, действительно, это одно из содержаний комплексного плана. Как вы слышали, предельство Кировской области анонсировало эту идею. Задача университета была помочь разработать само содержание. И действительно, мы планируем, что уже в 2017 году в Кировской области появится еще 40 опорных школ. Вопрос названия пока еще дискуссионный. Но суть их сводится к тому, что в каждом муниципалитете будет школа, в которой сосредоточены все необходимое. То есть там будет полный штаб педагогов, соответственно, методистов. Там будет сконцентрирована лучшая учебная база. И вот эти школы станут своеобразными якорями для своих районов. Ну, то есть это делается в связи с кадровым дефицитом? Или к чего это приведет? Дефицитом учеников, на самом деле, к тому же, да? Ну, все по-разному. Если мы берем районы, то у нас есть районы, где есть малокомплектные школы, где есть школы неполные. Основные школы есть только начальные. И вот здесь наличие как минимум одной школы со статусом опорной, в которой полностью способны закрыть все потребности системы образования, это очень хорошее благо. Потому что сегодня такие возможности есть не всегда и не везде. То есть получается, что такая опорная школа будет в каждом районе. И дети из, может быть, удаленных населенных пунктов, в которых мало школ, им придется ездить в райцентр. Нет, нет, речь не идет о закрытии, о переводе школ, о переводе учеников. Речь идет о том, что та сеть существующая, которая сегодня есть, она останется в полном объеме. И на тех основаниях речь идет о том, что в районе появится как минимум одна школа, которая будет обеспечивать, будет обладать ресурсами для обеспечения качества образования. И она будет помогать, поддерживать, консультировать. Вот как раз из этой опорной школы могут учителя и переехать в соседнюю школу своего района, чтобы оказать поддержку, помощь, консультацию. Понятно, что для этого нужно будет модернизировать материально-техническую базу. А как школы преобразятся, изменятся для того, чтобы стать опорной именно? Ну, это больше вопрос, наверное, к нашим коллегам по работе. Продительство Кировской области — это их фронт работы. И со своей стороны мы готовы обеспечить им методическую поддержку, то есть провести работу по повышению квалификации учителей, разработать какие-то системные вещи, разработать программы развития там, где в этом есть необходимость. То есть вот это наш бок работы. Я правильно понимаю, что и сейчас существуют школы в каждом районе, которые обеспечивают среднее образование с 1 по 11 класс? Ну да, конечно, такие сегодня школы существуют. Я тогда просто хочу понять, отличие какое будет? Если не постулируется модернизация технической школы, то в чем там благодаря этой программе конкретно будут изменения? Они сейчас ведь ваши замечательные подопечные, они все приезжают из районов в Институт развития образования и получают новые технологии. Мы знаем это. Чуть не ежемесячно, если не чаще. В каждом районе. То есть в связи с появлениями все-таки этих 40 опорных школ. Что конкретно изменится? Что-то где-то закроется, что-то где-то откроется, сократится, увеличится? Вот отлично, отвечая на ваши вопросы, смотрите, на сегодняшний момент в Кировской области как-то не странно отсутствует областная методическая служба. То есть сегодня уровень методической службы – это институт развития образования, который регулирует деятельность в целом по региону, и также муниципалитеты. То есть областной службы, которая бы вертикально пронизывала все школы, оказываемая поддержку, ее нет. Я прям слышу Анатолия Михайловича Чурина. Это наш совместный проект, мы с ним согласны. Поэтому вот здесь введение идеи опорных школ, она как раз позволит эту задачу решить отчасти. Кроме того, приведение статуса опорной школы позволит обеспечить повышение квалификации учителей, причем не только ресурсами института развития образования, но и ресурсами Вятского госуниверситета. То есть очень важно отметить, что эти 40 муниципальных школ будут переведены в областную собственность. У них будет областное подчинение, правильно я понимаю? Да, по документу, по заявлениям членов правительства это все правильно. Это совсем другой уже статус получается, другая отчетность, ответственность и прочее. Да, соглашусь, другая отчетность, ответственность, но это еще и большие возможности для координации работ. Все-таки сегодня большинство школ Кировской области, это школы муниципальные, и возможность прямого влияния на их деятельность, они весьма ограничены разграничением уровня субъекта федерации и уровня муниципального образования. Ну и для муниципалитетов наверняка это хорошая весть, потому что не секрет, что муниципалитеты у нас не очень богатые, и когда образовательные учреждения переходят в региональное подчинение, ожидается, что региональный, более богатый бюджет, он сможет помочь этим школам. Чего ж тут говорить, правда же? Наверное, да. Давайте, раз уж мы заговорили о повышении квалификации, то мы вернемся к Институту развития образования Кировской области. Он действует, он разрабатывает свои программы, он, естественно, коммуницирует с опорным вузом. И здесь какие у вас перспективы совместного творчества? Ну вот, мы рассчитываем, что в том числе благодаря и этой программе уже в 2017 году учителя области смогут повышать свою квалификацию на площадках университета. Было ли это раньше? Было, но не в тех объемах и не в том качестве, как бы нам всем вместе хотелось. Но я имею в виду всем вместе, это Министерство образования и собственного университета. То есть мы сегодня говорим о том, что мы готовы предоставить наши базы по физике, по математике, по биологии, по химии, по другим дисциплинам для содержательного повышения квалификации учителей Кировской области. Прежде всего, вот этих будущих 40 опорных школ. Не только. То есть всех школ Кировской области мы готовы принимать на условиях повышения квалификации для того, чтобы они имели возможность работать именно с нашей базой, которая есть сегодня в университете. Преимущества какие в этом случае получают учителя? Ну, в данном случае учителя получают то качество, за которым, собственно, они едут на повышение квалификации. Сегодня учителя имеют возможность выбирать, где проходить повышение квалификации. Им эту возможность дополнительно предоставляют. А каким образом они выбирают? То есть из чего они выбирают? Куда они могут обратиться? Ну, Институт развития образования, это понятно. А еще? Ну, сегодня в системе повышения квалификации есть в том числе предложения из других регионов. Поэтому здесь педагог, если ему это интересно, если ИРО эту тему, Институт развития образования ему такую возможность не предоставляет, он может заказать эту услугу в другом регионе. Многие, я знаю, делают, в том числе и за свои деньги. А к нам приезжают из других регионов для повышения квалификации? Ну, в университет учителя не приезжают. Про Институт развития образования я такой информации не владею. А цель у вас такая есть, чтобы в университет приезжали из других регионов? Именно сегодня мы ее для себя не ставим, но как только мы решим возможности по кабинетам, как только мы увеличим количество классов по WorldSkills, мы с удовольствием примем педагогов из других регионов. В всяком случае, возможности для этого у нас есть. Вот, кстати, вернулись к WorldSkills, да, логично, абсолютно. А в каких регионах, в каких городах сейчас проводится WorldSkills для учителей? Кто участвует? К сожалению, сегодня вузы, именно педагогические вузы в этом движении участвуют пока еще слабо. Слабо сегодня, ну, по Кировской области, очевидно, мы одни. Из ближайших соседей в WorldSkills здесь таких примеров тоже нет. А куда ездили ваши студенты? Наши студенты ездили в Якутию, но они ездили в целом на национально-отборочный этап, где собирались все студенты, которые соревновались по этой компетенции. И надо сказать, что делегация нашего вуза была единственной вузовской делегацией. Все остальное это были студенты, которые представляли педагогический колледж. Сегодня по WorldSkills планируется создание своеобразной вузовской лиги, которая уже из своих, которые будут своих участников делегировать сразу на финальный этап. В настоящее время мы соревнуемся в целом со всеми, ну, с положниками вузовскими командами, которые в этих номинациях представлены. Ну, а много участников? Сколько их, можно сказать? Ну, в этом году на региональном уровне у нас было шесть участников по этой компетенции. Но с учетом количества колледжей, которые готовят, это вполне объяснимая цифра. А сколько их? Сегодня у нас четыре. На регион? Да, на регион. Поэтому здесь все вполне очевидно. А там на отборочном этапе у них было около 40 человек. Буквально два слова, Саш, если позволишь. Два слова о колледжах как раз. Они находят свое место вот в этой новой программе, в новой программе развития системы образования в регионе? Ну да, безусловно. С одной стороны это WorldSkills, с другой стороны это возможность после колледжа поступить в университет для получения высшего образования в ускоренные сроки сокращенные. Кроме того, это повышение квалификации. И мы готовы здесь брать и преподавателя системы СПО. И также это еще возможность целевого заказа, о котором мы говорили в самом начале, в том числе и по педагогическим специальностям и среднепрофессионального образования. То есть они интегрированы в эту систему? Да, безусловно. Ну и хотели вернуться к тому, с чего начали. Да, про кадровый резерв. Лесопромышленность, лесная отрасль и машиностроение. Это первая сфера, по которой были собраны кадровые резервы. 18 человек. Сформированы, да. Из 200, если я не ошибаюсь. В дальнейшем какие сферы планируется затрагивать? Мы уже говорили про биофармацевтику, но в приоритете какие? Вступил заказ уже, может быть. Да, ну вот исходя из того, что нам сегодня определено министерством, уже на 17-й год программе опорного университета, мы предполагаем, что это может быть система образования, и это может быть социо-гуманитарная сфера, социологи, психологи, политологи. То есть вот эта часть, которую мы условно называем штаб позитивных изменений или развитие городской региональной среды. Когда уже планируется, что работа начнется по формированию? Может быть, объявлены уже какие-то конкурсы? Ну, вопрос конкретных дат пока не стоит. Я предполагаю, что мы пойдем по пути прошлого года, летом объявим, и мы дальше войдем в осень уже с активной фазой этого проекта. Константин Сергеевич, а куда они пойдут, эти политологи и социологи? Это для чего? Ну, вот для сна это понятно, машиностроение понятно. А эти-то куда? В городскую администрацию? Нет, коллеги, вот здесь... Этот резерв где будет использоваться? Прежде всего я сосредоточил внимание на системе образования. Вот здесь вопрос подготовки квалифицированных кадров, он весьма острый. Это в министерство образования требуется? Нет, почему? Мы же сегодня понимаем с вами, что позиция директора школы, завуча школы, это не то, что было раньше, когда лучший учитель физики становился директором школы по праву. Сегодня это отдельная компетенция, это знание экономики, законодательство о закупках, это проектная деятельность, это всему должен, все это должен уметь делать учитель и, соответственно, педагог. Поэтому, возвращаясь даже на пример правительства области, нынче и должность министра образования, ей предшествовал конкурс на отбор, и здесь подбирали человека с определенными компетенциями. Довольно длительный срок, да, длилось все это? Долго искали человека на место министра. Я считаю, что нашли весьма хорошего кандидата. То есть речь идет о директорах школ. Понятно. Ну, мы, конечно же, ближе к первому сентября встретимся и поговорим еще, когда будет более определенно все ясно, с заказом государственным, с заказом правительственным по этой теме. Сейчас мы надеемся, что какие вещи раскрыли для наших слушателей по системе образования в регионе. Мне кажется, что довольно существенны эти изменения, и за ними нужно следить. Понятно же, что много нововведений и много в связи с этим вопросов. Мы будем ждать от вас приглашения на следующую встречу и с удовольствием поделимся этими результатами. Кануне сентября или, может быть, в первых числах мы это сделаем. Спасибо большое. Константин Бажин, исполняющий обязанности проректора по проектной деятельности Вятского государственного университета, был в первом части нашего дневного разворота. Сейчас уходим на новости после тематической программы и во втором части вернемся уже вместе с Татьяной Мазур, директором Вятского художественного музея имени Воснецовых.